Библейский портал экзегет.ру представляет Брат Господень, брат, то есть родственник по плоти, по человеческому происхождению Иисуса Христа. И, вероятно, послание написано им. Но до конца мы тоже в этом не уверены, потому что автор послания о себе ничего не говорит. Вот брат Господень в Новом Завете никак не действует, в Евангелиях, но о нем известно из книги «Деяний». И понятно, что он был одним из руководителей, может быть, самым главным руководителем Иерусалимской общины. Он упомянут в послании к Галатам. И, видимо, послание его, но, может быть, и не его. Вот как ни странно, мы не уверены окончательно в его авторстве. Впрочем, для такого послания это не очень важно. Почему? Потому что послание, как мы называем, соборное, то есть оно обращено не к конкретной общине, оно обращено ко всем, написано на достаточно изысканном греческом языке, то есть предполагается, что читать его будут не в Иерусалиме только, наверное, и в основном не в Иерусалиме, потому что в Иерусалиме, скорее бы, они не на греческом хотели послание-то получить, а это вот некоторое такое наставление, это некоторая такая проповедь, которая рассылается достаточно широко, и которая обращена, тем не менее, прежде всего, к израильтянам, прежде всего, к христианам из числа евреев. Ну, и еще это послание интересно тем, что в нем Иаков не то чтобы спорит с Павлом, хотя, если бы они и спорили, тоже ничего ужасного в этом бы не было. В послании к Галатам, например, Павел достаточно как-то так вот полемично выступает по отношению к другим апостолам, но, я бы сказал, Иаков дает несколько иной подход к каким-то ключевым проблемам. Его самая знаменитая фраза о том, что вера проявляется в делах. Апостол Павел как будто говорит на противоположные вещи спасение не делами, а верой, но Иаков предлагает свой взгляд на эту проблему. То есть, а что значит вера? Вера — это просто декларация, это просто некоторая умственная конструкция, или вера — это некоторый образ жизни. Вот если это образ жизни, то она проявляется в делах. Но до этого мы еще не дошли, а пока первая глава. «Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати израильским племенам, рассеянным по земле, желает радости». Вот мы сразу видим это обращение именно к христианам из евреев. Более того, в каком-то смысле он считает, что все израильтяне, христиане, может быть, не все еще приняли христианство, но потенциально он видит веру во Христа как естественное дополнение религии Израиля, и поэтому обращается ко всем этим самым израильским племенам. Но то, что он желает радости, можно считать это стандартным греческим приветствием. Хайры — собственно, радуйся. Обычное приветствие, которое один человек, говорящий на греческом, обращает к другому. Ну а что значит радоваться? Вот чего мы желаем друг другу? На день рождения, Новый год, на какие-то другие праздники? Здоровья, удачи, благополучия, счастья, любви, семейного какого-то покоя, успеха в делах. Иаков не этого желает. Когда постигают вас разнообразные искушения, братья мои, принимайте это как великую радость. Знаете, опытность вери порождает стойкость, а стойкость способствует зрелости, чтобы вы были зрелыми и цельными, чтобы ни в чем не нуждались. Говорит об искушениях как о радости. Вот уж не радуют они абсолютно, да, вне зависимости от исхода этого искушения. Устоял человек, поддался ему, в некоторой степени устоял, в некоторой поддался, да. Ну что же в этом радостного? А он говорит, смотрите, опытность вери порождает стойкость, а стойкость способствует зрелости. То есть беспечальная жизнь – это жизнь младенца, которую пеленают, кормят, оберегают от всяких стрессов, да. Но зрелый человек – это человек, который прошел через ситуацию искушений, прошел через какой-то трудный выбор, возможно, неправильное решение принял. Он не описывает это как путь триумфов, он описывает это как путь проб и ошибок. А если кому из вас не хватает мудрости, очевидно, чтобы принять это так, пусть попросит у Бога и получит, ведь Бог дает просто, не упрекая. Пусть только просит с верой и ничуть не сомневается. Кто сомневается, похож на морскую волну, которую из стороны в сторону гонит ветер. Пусть не думает, что-то получить от Господа такой человек. Душево раздвоено на всех своих путях, он неустойчив. То есть, в общем-то, главное качество, которое нужно верующему человеку, это умение просить просто. Вот, смотрите, ничего, казалось бы, особенного, но просить просто и с верой, что ты это получишь, потому что очень часто даже и наша церковная молитва, она какая-то очень сложная, она как-то вот выстраивает какие-то сложные богословские схемы. Иаков говорит, да нет, просто попросите, и вы получите, но только верьте, что вы получите. Дальше. Вот эта тема искушения будет его основной темой, не единственной, но одной из основных тем в этом послании. А искушение — это ведь когда что-то не так, как ты хочешь. Вот ровно этого, о чем я сейчас говорил, чтобы все было хорошо, благополучие, здоровье, счастье, радость и удача, вот чего-то нету, причем серьезно нету. И что сделать с этим? Кто из братьев унижений, пусть хвалится высотой своего положения. А кто богат своим унижением, ведь это все исчезнет, как цветок полевой. То есть переворачивание ролей, да, вот земное благополучие — это повод хвалиться своим унижением, а наоборот земное неблагополучие своей высотой, потому что в глазах Бога все выглядит как-то иначе. И вообще все это проходит. «Взошло солнце, и от жары засохла трава. Вот и облетел весь ее цвет, погиб прекрасный облик. Так и богача на его пути ждет увядание». Вот все эти наши цветы мы дарим, да, тоже с пожеланиями, но цветы очень быстро увядают. И пожелания, и тот, кому мы желаем, и все то, чего мы желаем. А вот тот опыт, который приобретает человек, остается с ним в вечности. «Блажен, кто выдерживает искушение за свою стойкость, он получит венец жизни». Так обещал Бог наградить тех, кто его любит. Вот искушение, искушение, искушение. Ну, понятно, что хорошо его выдержать. И вдруг неожиданное такое примечание. Ведь искушение — это хорошо получается по Иакову, значит, оно от Бога. В искушении пусть никто не говорит, «Это Бог меня искушает». Бог не искушен во зле, и сам никого не искушает. Нет, это собственные прихоти сбивают человека с пути, увлекают в ловушку. Вот что такое искушение. От прихоти зарождается и появляется на свет грех, и когда он совершается, то приводит к смерти. Некий парадокс, не правда ли? Радуйтесь искушениям, но не Бог вас искушает. Он сказал бы сатана, нет, он говорит, вы сами, вот ваши прихоти, ваши желания вас искушают. Что ж тогда в них хорошего? Вот оказывается, что это и есть жизнь в вере, да, вот борьба с искушениями, причем не обязательно победоносная. Но обязательно борьба. Не заблуждайтесь, возлюбленные мои братья. Что дается вам доброго, то дарится вам совершенного, то приходит свыше от отца, порождающего всякий свет, и он не переменится, не затмится его сияние. По собственной воле он породил нас словом истины, чтобы среди его творений мы были первенцами. Ну, а это вот в некоторой такой, может быть, скрытой полемике ответ на возможное предположение. Ну, хорошо, если все от Бога, то, ну, тогда вот как тут быть? Я борюсь с искушениями, и это моя победа получается, а не победа Бога. Нет, если у вас есть что-то доброго, это от него. Вот Яков не впадает в какую-то такую детальную богословскую схему, не пытается это объяснить. Впрочем, Павел то же самое, мы сегодня его упоминали, и трудно не упоминать Павла, говоря, о любом послании, да, даже не его собственном. Но он скорее выдвигает какой-то ряд призывов, да, вот к человеку, который размышляет, как ему, собственно, быть христианином. Ну, ладно, это все общие слова. А что значит конкретно, вот не искушаться, не поддаваться? Вот что, братья мои возлюбленные, пусть каждый человек торопится слушать и не спешит говорить, не спешит гневаться. Ведь гнев человеческий не творит правды Божьей. Очень часто слово искушение связано с понятием гнева на тех, кто впал в грех, на тех, кто искушает и так далее. Но гнев человеческий не творит правды Божьей. Это что-то, что заставляет человека, наоборот, принимать поспешные необдуманные решения. Так что избавьтесь от всякой грязи, от жгучей злобы, и кротко примите то слово, которое прорастает в вас и способно спасти ваши души. Смотрите, гнев и злоба названы как главная грязь. Вот если мы сейчас начнем думать о... Не надо о них думать, но начнем, скажем так, перечислять какие-то дурные стороны человеческой природы, дурные поступки, наверное, мы подумаем там о каких-то внешних действиях. Там вравство, убийство, прелюбодеяние, обман. А он говорит злоба и гнев. То есть то, что, казалось бы, свойственно человеку, то без чего нельзя. Но вместе с тем это то, что человека заставляет вот идти в сторону всех этих вещей, как и в Нагорной проповеди, всякий, кто скажет брату безумец, вот он уже, на самом деле, совершает мысленно убийство. И слово это исполняйте, а не только выслушивайте, иначе обманете самих себя. Ведь выслушивать слово, но не исполнять, все равно, что глядеть на собственное отражение в зеркале. Человек узнал, каков он сам, но отошел и точно забыл об этом. Но кто прилежно всматривается в совершенный закон, а это закон свободы, тот не просто забывчивый слушатель, он исполняет все на деле. Будет блажен, кто так поступит. Интересно, слушать и не исполнять относится к нам всем, да? И это ведь очень частое состояние, похоже на отражение человека в зеркале. Полезно бывает посмотреться в зеркало, конечно. Но живет-то человек не в зеркале, он просто взглянул и пошел жить дальше. А вот если это слово становится образом его жизни, тогда он от него не отходит. И вновь вот он говорит про злобу, про гнев. И вот что касается практически каждого человека, да? Потому что, ну, воровство и убийство все-таки, ну, редкие события в жизни, да? Не каждый человек их совершает, а тот, кто совершает не каждый день, ну, кроме каких-то совсем уж отъявленных негодяев. А вот что является нашей проблемой, нашим искушением практически ежедневно? Кто считает себя благочестивым, но не обуздал собственный язык, тот обманывает сам себя. Его благочестие ничего не стоит. Вот какое благочестие будет чистым и безупречным пред Богом и Отцом. Помогать вдовам и сиротам в их скорбях и хранить себя от скверта этого мира. А не говорить много на тему благочестия. Ну, примерно, как я сейчас. Вот как раз Яков, может быть, с нашей точки зрения сбивчиво, но излагает очень простые мысли. Что такое быть христианином? Вот без злобы, без гнева контролировать свои собственные речи и проявлять свою веру, прежде всего, в делах милосердия. Вместо того, чтобы много и гневно говорить. Ну, а следующая вторая глава предложит несколько таких очень конкретных ситуаций, которые иллюстрируют это более подробно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!